Сезон шашлыков должен завершиться и не начавшись, уверены сотрудники Госпожнадзора. Против отдыха на природе офицеры, конечно, ничего не имеют. Выступают только против разведения открытого огня. Поэтому регулярно и ходят на рейдовые осмотры в городские парки. С собой берут квадрокоптеры. Техника, взлетая, патрулирует территорию. Специалисты видят дым или пламя и выходят на место, чтобы шашлычников оштрафовать. На рассмотрение влияет хорошее поведение, так сказать, прекращение противоправного поведения. То есть при выявлении данного административного правонарушения, если человек тушит, осознает свою вину, то составляется постановление на 2000 рублей. Если же противоправное действие не прекращается, соответственно, мы уже по максимуму привлекаем. По максимуму это 4000 рублей. Столько же получат и злостные нарушители. Те, кто уже был пойман у мангала. Спасателям помогают добровольные пожарные. В парке 905 года территорию осматривает боевая двойка. Волонтер Наталья и лошадь по кличке Трансильвания. Мы делаем замечания. Также мы имеем право сообщить либо дирекции парка, либо по телефону МЧС. Сообщить о том, что разведен костер. Либо же видим какие-то большие очаги, если такое случается. Мы делаем замечания, все реагируют по-разному. Кто-то достаточно доброжелательно, сразу же убирает за собой все, тушит костер. Кто-то пытается сопротивляться, но на это уже нашей компетенции нет. Особый противопожарный режим в регионе введен постановлением губернатора с 24 апреля. И продлится, скорее всего, все лето. В парках сейчас отдыхающих подстерегает еще один штраф – закупание. Люди приходят отдыхать часто с граничительными напитками и тянет уже вода. Были замечены, что попытки купания, но пока отталкивают, что вода очень холодная. Купальный сезон официально еще не открыт. Он будет открыт с 1 июня. Люди, которые сейчас пытаются покупаться, они попадают под статью административного кодекса, по которой они могут быть наказаны в виде штрафа. Сотрудники госпожнадзора в пожароопасный период будут работать без отдыха и выходных. Патрулировать планируют все парки, скверы и другие зеленые уголки, популярные у любителей шашлыков. От штрафов не укрыться.